Каких только титулов не придумывала для Камилы, герцогини Корнуольской, вездесущая пресса. Они пророчили порой нечто совсем несуразное. Дескать, после того, как принц Чарльз взойдет на престол, Камила станет принцессой-консорт или получит титул супруга-короля. Все, конечно же, потому что Камила на момент брака с принцем Чарльзом была разведена и имела двоих детей. К тому же не самую приятную репутацию среди британцев. Считалось, что именно она разрушила брак Чарльза и Дианы. Хотя на мой личный взгляд там постарались все трое. Многократно возникал вопрос, а почему собственно Чарльзу влюбившемуся в Камилу еще на заре своей туманной юности не позволили жениться на ней. Нравы С. Нравы были строже, а Камила вполне приличная девушка, была скомпрометирована, поскольку после своего балла дебютанток позволила себе чуть больше вольностей. Чем дозволялась в кругах тогдашней высшей аристократии и для королевской невесты считалась не тем товаром. В общем, опустим брак Камилы, рождение двух детей и развод, равно как и брак Чарльза, рождение двух принцев-наследников, развод и печальный уход его супруги в мир иной. В сухом остатке всегда была пара Чарльз и Камила любящая друг друга, несмотря на то, что одна попыталась сбежать от этой любви в неудачный брак, а второй неудачный брак заключил, исходя из соображений, долго перед монархией. И даже когда не стала принцессой Дианы, что тогда вылилась на Камилу в прессе пересказывать просто неприлично, Чарльз и Камила не могли вступить в законный брак. Дело в том, что до 2005 года англиканская церковь, главой которой является действующий монарх Великобритании, не предусматривала возможности наследникам престола, если они, конечно, желают этот престол занять, жениться на разведенных особых. В частности, сестра королевы Елизаветы II, принцесса Маргарет, отказалась от свадьбы со своим первым возлюбленным он был разведен. А вот король Эдуард VIII решил жениться на дважды разведенной американке Уоллес Симпсон, но ценой отказа от престола и изгнания из страны. Чарльз и Камила ждали и дождались правила запрещающие браки с разведенными, было смягчено и в 2005 году они поженились. Но, как говорят, ложечки нашлись, а осадочек остался. Вот и в душах и умах британцев засела печальная история принцессы Дианы, которая не добавляла популярности принцу Чарльзу и Камиле как будущей королевской паре. Во всяком случае немало британцев высказывались за то, что они не хотели бы видеть Камилу своей королевы и отказывали ей вправе принять титул королевы-консорт. Но ее величество королевы Елизавета II твердой рукой все расставило по своим местам. В своем заявлении, которое она сделала накануне, 5 февраля, и которое посвящено ее 70-летию на троне, она не только поблагодарила британцев за многолетнюю поддержку. Она также выразила надежду, что такой же поддержкой будет пользоваться ее сын и наследник, принц Чарльз, когда придет его очередь встать во главе государства и его супруга Камила. При этом королева недвусмысленно дала понять, что герцогиня Корнуольская получит титул королева-консорт, это ее искреннее желание. В чем же причина столь жесткого, а это читается между строк ей заявления, требования Елизаветы II. По моему личному мнению здесь этих причин целый ряд. Королева поддержала незыблемость традиций британской монархии. И уж если супруга-супруг действующего монарха традиционно получал титул консорта, то его получит и Камила, поскольку для этого есть все законные основания. Ее величество поддержало своего сына. Вряд ли королева Елизавета II не знает, что ее сын Чарльз куда менее популярен, нежели она сама или его собственный сын, внук королевы, принц Уильям, с супругой Кейт Мидлутон. Заявляя о том, что трон будет передаваться строго по линии наследования, без всяких отречений, что с ее стороны, что со стороны Чарльза, а Камила станет британской королевой-консорт, она выдала своему сыну огромный кредит доверия в глазах британцев. Елизавета II спустя многие годы публично признала, что Камила сумела стать хорошей женой будущего короля и достойна титула королева-консорт. В своем роде это можно даже рассматривать как работу над ошибками. Но, увы, если это и так, то ее величество всегда была должна поступать по определенным правилам, которым она следовала неукоснительно. Со стороны это тоже воспринималось как жесткость закрой глаза и думай об Англии. Но суверен на то и суверен, чтобы поступать как требуют правила законы и традиции монархии. А вы что думаете по поводу заявления Елизаветы II? Пишите в комментариях. Тема детского сада «Куда ходит Арчи Сасекски» вызвала двойственные комментарии. С одной стороны такая формулировка вызвала у людей мнение, что в такие садики ходят только нездоровые дети. С другой восхищение, что хоть где-то с детьми работает психолог. Я списалась со своей одногруппницей, которая живет в Штатах. «Юля училась со мной в Донецке в университете, но в 2014 и переехала в Киев, отучилась на бортпроводника, а последние два года и вовсе живет в США. У Юли есть сын, которому почти пять лет. И вот он и посещал подобного рода детский сад. Понятное дело, что не такой дорогой, но формат примерно тот же. И вот что она говорит о такого рода заведениях. «Юля, сколько твой сын ходил в такой сад? И как тебе их отношения? Ой, было дело. Ходил почти год, после чего я поругалась с воспитателями и перевела ребенка. Повелась на рекламу. Мы с мужем переехали в Калифорнию Сакраменто по его работе. Можете сказать, что я плохая мать, но я сразу отправила ребенка в сад, чтобы он учил английский, заводил себе друзей, вливался в новую жизнь. Сама же я сразу вышла на работу. Повелась я на хвалебные отзывы нашей русской соседки, у которой туда ходят двое детей. И преподаватели с детьми занимаются, и психологи, и все так радужно-воздушно, что и мы туда пошли. Стоило это удовольствие 20 тысяч долларов в год пол и пакет. Сумма внушительная, конечно, но день был заполнен у ребенка от и до, театральная студия, английский язык, лепка, музыка, рисование, пение и даже плавание. Это да, мне нравилось. Майкл быстро влился в коллектив. Начал даже целых фразы говорить на английском, хотя раньше знал только отдельные слова, в Украине с ним не занимались иностранным языком, уж слишком маленький он был. Но подход психологов это жесть полная. Они из них машины делают, а не детей. Почему? Что такое делали психологи? Их задача научить тебя правильно реагировать на события в жизни. Например, ребенок бежал и упал. Его первая реакция обида, слезы, сопли. Он бежит, чтобы его пожалели. Даже если ему и не больно. Психолог же говорила, что он должен остановиться и подумать, как на это реагировать и что делать дальше. Мамы рядом нет, воспитателям в большинстве случаев плевать, и жалеть никто не будет. Соответственно, никто не пожалеет. А если сын начнет реветь, то его еще и засмеют. Жалеть себя эти психологи, не разрешают. Ты всегда должен улыбаться, никому нельзя говорить, что тебе плохо. Жаловаться плохо. Говорить о том, что тебя кто-то обидел плохо. Но сдать друга, который шкодничает, это хорошо. Понятия дружбы нет вообще. Каждый сам за себя. Подожди, но ведь анализ ситуации – это хорошее качество, которое в будущем позволит ребенку анализировать ситуацию. Ага, конечно. Только вот решить он ее не сможет. Потому что жаловаться нельзя, на помощь никто не придет. Поэтому все американцы ходят к психологам решать травмы. Теперь понятно, откуда ноги у этих травм растут. Их учат скрывать свои чувства. Разве это норма? Люди ж это не машины. Ты по этой причине ребенка забрала. Нет. Майкла начал обижать мальчик из группы. Психолог постоянно говорила, что с ребенку нужно поговорить с обидчиком и донести до него, что Майклу неприятно. Его действия своего одногруппника оскорбляют. И говорить нужно постоянно, каждый раз искать новый аргумент, почему неприятно. Мальчик вообще ни на что не реагировал. Я хотела вмешаться, но этот самый психолог посоветовала этого не делать. Типа они сами разберутся. Пока мой ребенок не начал приходить домой в синяках и не просыпался с криком по ночам. Закончилось все тем, что мой сын дал сдачи. Я перевела его в другой сад, который попроще. Психолог потом мне сказала, что мой ребенок не управляем. Только вот на обидчика жаловались многие в группе. А как сейчас у вас дела обстоят? Сыну нравится новый сад. Да очень. Стоит дешевле ближе к дому. По развивашкам мы ничуть не потеряли. Только вот бассейна нет. Но это вообще не проблема. Майкл не фанат плавания. В группе много детей из русских семей. У ребенка появились друзья. В общем никому не советую такой подход к детскому саду. В Штатах очень популярно иметь собственного психолога, и их стало так много, что нормального найти проблема. Возможно в других детсадах ситуация лучше, но я как мать была возмущена реакцией психолога. То есть моего ребенка можно обижать, но он при этом не может дать ни сдачи, ни пожаловаться, ни заплакать. Это что вообще такое? Странный какой-то подход. Хоть я и не люблю Украину и Россию, но там с детского сада учат стоять за себя, дружить общаться. В США с этим намного хуже. Все вроде и дружат, но тут же тебя сдадут. Помощи никакой, поддержки нет. Вроде и улыбаются тебе, но каждый сам за себя. Я не хочу, чтобы мой ребенок был таким же. И вот еще что. В такие сады отдают родители детей не от хорошей жизни. Значит они постоянно работают и не могут проводить время с ребенком. Я такой же была, за что мне теперь очень стыдно перед собственным ребенком. Детям нужны родители, а не психологи. Иначе потом они будут сотни долларов отдавать за приемы психоаналитика. Вот такое мнение. Правда это или нет не в курсе. В Штатах не жила, но мнение вполне интересное. Я знаю о США только вот из таких рассказов. И что самое интересное, у русских жителей мнения настолько разные, что появляется вполне логичный вопрос. Интересно, а Гаврики по какой причине отдали ребенка в такой детский сад? Чтобы воспитатели делали работу родителей или чтобы не объяснять своему ребенку, что плохо, а что хорошо? Как вам такой подход к детскому психологическому воспитанию? А если вы сами или ваши родственники живут в США и их дети посещают подобного рода заведения, то как они отзываются о них? У меня пока нет детей, и я ничего не могу сказать относительно правильности такого подхода.